Сказка. Смешные желания. Жил да был на свете несчастный дровосек, которому вечно не везло. Однажды он, как всегда, вздыхал и бронил свою злосчастную судьбу и небеса за то, что ни одна, даже самая ничтожная его мольба, не была выполнена. В это время ангел спустился к нему с небес вместе с ветрами. Понятно, испугался парень не на шутку и упал на землю. Ничего мне не надо. Окажите милость Божью. Ступайте на небо, а мне оставьте лес. Нет уж, ответил посланец небес. Раз уж я к тебе смертному спустился, то обратно полечу, только сказав то, что задумал. Я исполню три первых твоих желания, но только смотри, не ошибись в своих желаниях. Произнеся такие слова, ангел взмыл в небо. А дровосек, взвалив на горб вязанку дров, отправился во своясе. Шел он, шел и думал. Не будь дураком, ты можешь в одно мгновенье стать настоящим богатеем, какого и на десять верст не сыщешь. Дома он все рассказал жене. Та, конечно, сначала размечталась, а потом разумно рассудила. Утро вечера мудренее. Не будем торопиться. Дровосек с нею согласился и попросил налить ему на радостях вина. Он пропустил глоток, устав от долгих речей и теснящихся в голове желаний, уселся в кресло у огня и, забывшись, пробормотал. Неплохо было бы и колбаской закусить, пока печь еще горяча. В доме мгновенно стало тихо, и жена, тоже отдыхающая в кресле, увидела, как из-за печной заслонки выползала огромная змея колбасы. Она догадалась, что это ее болван. Супруг пожелал такую глупость, истратив первое желание. И тут же бросилась на дровосека с упреками. Что же ты недотепа натворил? Ты мог бы стать царем, закопаться в насыпях алмазов, рубинов и серебра. А что пожелал ты? Нелепый кусок колбасы? Ты была права. Я дурак, согласился в сердцах дровосек. Ты была бы не права, все равно тебя не переспоришь. Но подожди до завтра, и уж тогда мы пожелаем так, что будь здоров. Но женушка разозлилась, и гнев ее выплескивал, будто река, вышедшая из берегов. Как же будь здоров, в кои-то веки счастье улыбнулось. А этот осел, этот недотепа, не смог удержать язык за зубами. В конце концов, у несчастного дровосека осталось только одно желание стать вдовцом. Но он долгое время изо всех сил сжимал губы, чтобы не проронить ни единого слова. Однако, в конце концов, всякому терпению приходит конец, и дровосек вскричал. Да черт бы ее побрал, эту колбасу! Никто бы на свете не заставил бы меня еще что-нибудь пожелать, если б Бог повесил эту дурацкую колбасу на твоем, женушка, носу. И не успел еще смолкнуть голос дровосека, как к носу крикливые женщины, чмокнув, приросла такой ненавистной ей куляк колбасы. И надо сказать, что красоты этот кругляк не добавил. Единственная польза от него была в том, что точно по мгновению волшебной палочки захлопнулся рот крикуньи, и она одноголосье стала краткой, как овечка. Это дало возможность дровосеку в последний раз помечтать о своем желании. С этим желанием я запросто мог бы выйти в короли. Но тогда какой же будет моя королева? Дровосек справа и слева внимательно оглядел красотку жену. А может быть, ты, женушка, все-таки больше хочешь на трон, чем расстаться с этим дивным носом? И бедный дровосек не стал командовать царями и блистать пышностью и умом. Он без сожаления выразил одно довольно простое желание – иметь такую жену, какую она была до его разговора с ангелом. У каждого из нас есть множество слепых, бессмысленных и честолюбивых желаний. Однако лишь немногие способны по достоинству оценить немногое то, что даровано нам судьбой. Субтитры создавал DimaTorzok